В эфире телекомпании Город. Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Из-под полы интереснее. Продавец обуви на рынке попался с 16 килограммами на свае. Обещал Виталику, или как убийство бездомного стало идеальным преступлением с двумя свидетелями. Из любопытства или безопасности ради, но так или иначе, наши горожане наконец стали обращать внимание на тех, кто въезжает в соседние квартиры или приходит в гости. В полицию поступили сведения, будто в одном из домов на улице Островского собираются подозрительные молодые люди. Оперативники уголовного розыска информацию проверили и установили, что 32-летний рязанец месяц назад организовал у себя дома наркопритон. В квартире собирались молодые парни, которые кустарным способом изготавливали сильно действующее наркотическое вещество дезаморфин. Пробу брали прямо на месте, и все, кроме соседей, были довольны. Как оказалось, хозяин наркопритона ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное нарушение порядка и закона. Клиенты вели себя скромно, но конспирация не помогла. Никакие меры не помогли им скрыться от внимания правоохранительных органов. Уроженцы Южных Республик, как правило, ребята предприимчивы. На каждом рынке кто с овощами, кто с одеждой. И лучше не вникать, чем могут угостить из-под полы. Через этот рынок по адресу Московское шоссе 49 ежедневно проходят десятки людей. Заглядывают и сюда, кто за обувью, кто зачем позабористее. У продавца этого контейнера, помимо сандалий и ботинок, полицейские обнаружили несколько пакетов с жевательной смесью на свай. Такой товар долго не задерживается, разбирают как семечки. Тем более цена почти та же, и оторваться невозможно. Что подаете? Обувь. Обувь? А вот здесь в пакетах что? Я не знаю, про нас варь. Своими ребятами. А что же противозаконно не знал. Своим продавал? Да. Ну, знакомым. Своим знакомым продавал? Ну, все узбеки и так же. Жевательная смесь с любовью была упакована продавцом в порционные пакетики. В общей сложности, по подсчетам полицейских, злоумышленник приготовил для реализации свыше 500 доз на свае. Это 16 килограммов. Для справки, на свае делается из такого подозрительного сырья, что, зная его приверженцы о составе, едва ли бы решились взять его в рот. Главным компонентом является табак. Это, собственно, и есть аргументы козырь тех, кто утверждает, что адская смесь не вреднее сигарет. О санитарном контроле, разумеется, нет и речи. Достаточно почитать состав. Мышины и куриные экскременты, масло, специи. Но, несмотря на непрезентабельный вид, омерзительный запах и угрозу заболеть раком, желающих купить на свае, как ни странно, немало. Садоводы знают, что будет с растением, если его полить неразбавленным раствором куриного помета. Оно сгорит. Врачи подтверждают, то же самое происходит и в организме человека, употребляющего на свае. Страдают, в первую очередь, слизистые рта и желудочно-кишечный тракт. А длительный прием может привести к язве желудка. Откуда же такое фанатичное желание самолично себя угробить? Справедливость восторжествовала. Суд назначил штраф в размере одного миллиона рублей. А перспектива замены на реальное наказание стала хорошим стимулом, чтобы его выплатить. Когда дело касается долгов, вообще начинается беспощадная математика. Житель Рыбновского района мало того, что задолжал государству, так еще и предложил сотруднику взятку. В счет погашения долга на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей мужчина должен был предоставить мебель и бытовую технику для ареста. Но вместо этого решил откупиться от судебного пристава за символическую сумму в 50 тысяч. Предложил замять этот неприятный вопрос. Судебный пристав-исполнитель молчать не стал. Обо всем рассказал руководству. И при передаче части денег злоумышленник был задержан. В августе этого года, еще до судебного заседания, должнику пришлось оплатить штраф в полном объеме. Обещал Виталику, и не поспоришь. Хочется только думать, что это обещание предполагало урок, но никак не убийство. Выезжая на место, оперативники и не предполагали, что это воскресное ЧП, участники которого и свои-то имена не всегда вспоминают, окажутся идеальным делом аж с двумя свидетелями. Тревожный звонок в дежурную часть поступил от мужчины, который обнаружил труп. Обстоятельства совершенного преступления были полностью не ясны, ввиду того, что лицо, которое погибло, оно являлось лицом без определенного места жительства. Личность была только установлена по отпечаткам пальцев рук. Все это произошло в заброшенном саду между улицей Горького и улицей родящего города Рязани. Заброшенный сад, заброшенные люди. Вся компания могла найти средства только на выпивку. Прямо на помойке и стол, и временное прибежище. Сам подозреваемый приехал в Рязань накануне из Тамбова. Из 32 лет часть воспоминаний о местах не столь отдаленных. Семьи у него нет, у него ни родственников, ни родителей, никого нет. Он ранее был неоднократно судим, в том числе последний раз освободился только в прошлом году и отбывал наказание за совершение разбойного нападения. Мотив убийства впечатляет. Обещал Виталику отомстить. Оказывается, один из участников застолья, Виталик, недавно был избит погибшим, на что и пожаловался новому знакомому. Тот не растерялся и выступил в роли Фемиды. Андрей, так и так, говорит, меня когда резали, говорит, он мне, я, говорит, упал, у меня кровь течет, а он мне еще, ну, это, по голове, говорит, топчет. Раз, наверное, шесть, может, вот так, ну, по голове, короче. На кого показывали? На пострадавших. На где стоял? Вот тут стоял. Ага. Вот. Я, говорю, был такой, я сидел, потому что он рядом. А он здесь, да, все стоят. Да, что-то ругаться, да. Вот, мы все прекрасно, как, говорит, слышим друг друга. Говорю, был такой, говорит, нет, такого не было, говорит. Ну, я встал, говорит, что ты мне врешь. Я ему два раза вот ударил. За те сутки, что следователи искали виновника, тот успел и от улик избавиться, и город посмотреть. Даже на качелях покатался. Вот место, где выбросил орудие убийства. В эти мусорные бачки отправились испорченные вещи. Одежду, которая на вас находилась, где в настоящее время находится? У вас. Вся? Да, ну, нет, кроме шорта. Шорт я выкинул. А шорты? Мусорные, мусорные, они порвались. А куда вы выкинули мусорки? Это где? На театровке. Это в тот же день? Да. Там же подобрал себе брючки и точно не ожидал, что рязанские следователи сработают так оперативно. За убийство человека задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. В деле серийного убийцы Михаила Макарова по современным меркам почти ничего нет о его жизни до ареста. Известно, что родился он еще в городе с названием Ленинград в 1962 году. Довольно пресная биография. Михаила Макарова называли неудачником. Он работал монтером пути, жидился, но жить пришлось у родственников жены. И поскольку я все-таки зарабатывал немного, родственники жены постоянно укоряли его, называли неудачником. Отдушные для Макарова стали детективные романы и западные фильмы. Тогда, в эпоху перестройки, это было модно. Он так и заявил после ареста. Хотел испытать те же чувства и эмоции, что и преступники, убийцы и насильники. Мечты Макарова строились на чудесном избавлении от надоедливой тещи и других родственников жены. Но он понимал, что в случае гибели станет главным подозреваемым. В голове зверя созрел дикий план. Зимой 1986 года на пульт милиции поступил тревожный звонок. Звонила женщина. Соседка попросила ее оставить записку своей маленькой дочке. Ребенок не отвечал на домашний телефон. Женщина подошла к двери и обратила внимание, что Таня заперта. Она буквально вбежала в комнату и оцепенела. На полу вся в крови лежала маленькая Маша. Вещи были перевернуты, и по заявлению родителей, преступник украл не только украшения и дорогие вещи, но и некоторые Машины игрушки. Этот факт натолкнул следователей на две мысли. Либо убийца, не наигравшийся подросток, либо умалишенный, который плохо отдаёт отчет действиям и поступкам. Позже экспертиза сделает заключение. Девочке нанесено не менее 30 ударов острым предметом. Предположительно, заточкой. Если помните, раньше одной из популярных игрушек был калейдоскоп. Так вот именно этот предмет, в том числе, пропал из квартиры потерпевших. Во время очередного опроса соседей выяснился любопытный факт. Девушка из дома напротив как раз в день убийства видела двоих подозрительных мужчин. Они тащили сумки и явно очень торопились. Свидетельница довольно подробно описала внешность подозреваемых и автомобиль, на котором те уехали. Но на каждом допросе неожиданно возникали новые подробности. Сотрудники милиции решили наведаться к ней ещё раз и с удивлением узнали от её матери, что дочь как раз сейчас в отделении снова даёт показания. Оказалось, девочка-подросток таким образом нашла официальную причину для родителей, чтобы в нужное время сбегать на рокерские концерты. И всё её показания – ничто иное, как фарс и выдумка. Следствие вернулось на исходную. Но тут всплыл ещё один факт. Не так давно в другом отделении милиции расследовали нападение на 10-летнего мальчика. Почерк совпадал. Постучал в одну квартиру, где был ребёнок, 10-летний мальчик, и попросил его открыть дверь. Ему, мол, надо написать записку соседям. Мальчик открыл, и тогда преступник отвертки нанёс ему несколько ударов, тяжело ранил его. Но в этом случае мальчик, к счастью, выжил. Это преступление Макаров даже не планировал. В один из дней февраля он неожиданно получил выходной. Домой ему идти не хотелось, и он бесцельно шатался по улицам. Вдруг он заметил школьника. Мальчик вошёл в подъезд и достал ключ. А это означало, что, скорее всего, взрослых в квартире нет. На вопрос, кто там, убийца спокойно объяснил, что не застал дома соседей и хотел оставить им записку, но не взял с собой ни ручки, ни бумаги. Когда ребёнок открыл дверь, Макаров, не раздумывая, набросился на него с отверткой. Маленький Ваня получил десятки ударов. Чтобы проверить, жив он или нет, убийца поджигал ребёнка спичкой. Десятилетний школьник стойко терпел издевательства и притворился мёртвым. Ваня навсегда остался калекой. Таким зверским, нечеловеческим способом Макаров решил заработать на кооперативную квартиру. И для убийства Маши он уже специально взял отгул и приготовил заточку. Убийца решил, что раз за ним не приходят, значит, можно продолжать. На месте преступления нашли след от кроссовка «Адидас». Милиция шерстила магазины, частников, юношеские кружки и дома для душевнобольных. Но Макаров успел убить ещё одного ребёнка. На этот раз в квартире жертвы преступник нашёл мумиё и решил размазать его по стенкам и мебели. Что наводило на две мысли. Либо скрывает следы, либо следует ритуалу. Была и ещё одна особенность. Маньяка интересовали редкие книги. И вот как раз у маленькой Тани он забрал редкое издание. Сказки «Тысяча и одна ночь». Это было, в общем-то, хорошее издание, необычное издание. Книга издавалась в Таджикистане, в Душанбе. В советское время за добротной литературой стояли в очередях. Коллекционеры, да и просто ценители частенько обращались в бакинистические магазины и порой оставляли там немалые деньги. И оперативники пошли на хитрость. Они дали объявление в газете о скупке раритетных изданий. Но тут в события вмешались слухи. Пожилая женщина стояла в очереди за мясом и там услышала, что убили девочку из соседнего подъезда. Она сразу вспомнила, что незадолго до убийства к ней в квартиру заходил подозрительный молодой человек. Дверь открыл её десятилетний сын. Мужчина собирался уже войти, но тут из кухни вышла мама. От неожиданности мужчина попросил позвонить, набрал несколько случайных, как показалась свидетельница, цифр и быстро ушёл. Только тогда удалось составить первый фоторобот подозреваемого. Его тут же разослали по всем отделениям. Но убийца сам дала себе знать. Он принёс в магазин украденную книгу и более того оставил её на реализацию по своему паспорту. Приёмщик не удержался от соблазна изучить издание и буквально на четвёртой странице обнаружил пятна засохшей крови. Дальнейшее было делом техники. На допросе Макаров признался ещё в одном убийстве – пенсионерке. Старушка, которая стойко пережила блокаду родного города, получила 51 удар за то, что в её квартире не нашлось ни одной дорогой и ценной вещи. Сыщики были уверены – преступник не договаривает, но и этих эпизодов хватило для высшей меры. Макаров до последнего просил заменить ему наказание на командировку в Афганистан, чтобы кровью искупить вину. Но вряд ли это было искренним раскаянием. Это были главные криминальные события недели. Если вы что-то пропустили, смотрите на нашем сайте город62.tv. А если у вас есть интересные темы для сюжетов, звоните в редакцию. Напоминаю, телефоны 720020 или 720021. На сегодня всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова